Астрономия В презентации будет рассказываться о том, как можно интересно учить астрономию, не подвергаясь при этом занудному чтению книг. Свою альтернативу она предложила в ходе выступления. Мария представила увлекательную настольную игру под названием «Космические приключения», в которой, чтобы продвинуться вперед, нужно отвечать на вопросы о космосе разного уровня. Изучение космоса – задача сложная. Однако через игру, представленную на астрономических чтениях, понять науку не только просто, но и интересно. Давайте сыграем. Среди участников было немало романтиков. Александр Калмыков полюбил космос, что называется, с первого взгляда. Чтобы заинтересоваться астрономией, достаточно взглянуть в небо, в безоблачное ночное небо. И такой взгляд однажды в детстве меня и вдохновил на дальнейшее изучение этого предмета. Так как захотелось видеть звезды, которые обычно вижу плоско, в объемном виде. Астрономические чтения проходят уже восьмой год подряд. По мнению руководителя районного методического объединения учителей физики Ирины Селезневой, число участников становится с каждым годом все больше. Во-первых, мероприятие пользуется с интересом. Мы каждый год замечаем, что количество участников возрастает. И возрастает уровень работ. Работы очень высокого уровня, очень достойные работы предлагают наши учащиеся. Разнообразие работ, представленных на астрономических чтениях, увлекло слушателей. Ребята поднимали глобальные темы. Есть ли жизнь на других планетах, откуда появляются черные дыры и что такое квазары. На все эти вопросы выступающие развернуто и интересно отвечали в своих докладах. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ.